Хотите узнать, есть ли у вас руки? Вот для этого мы приехали сюда, на улицу Советской Армии, 31 дробь А. Вот это новое здание магнита. Да нет, рукодведием мы заниматься не будем, хотя секс-шоп здесь присутствует. Если у вас просто есть руки, то значит у вас есть голова. Потому что только включив голову, можно будет жить достойно. На чем базируется это мое утверждение? Я специально говорю, медленно, чтобы капали слова и пробивали вашу голову. Дело в том, что я очень часто путешествую. Езжу и по заграницам, и по нашим городам. Естественно, я предпочитаю не оставаться в отелях, потому что это достаточно дорого. Вот так вот. Пять лет назад мы поехали в Индию, естественно, с вылетом из Москвы. Ну, мои друзья туда перебрались. Я по доброй нашей уральской привычке пошел купил колбасы, мяско, всякой вкуснятки. Они сделали курочку. Просто взяли сырую курочку и ее пожарили. Было очень вкусно. И вот сейчас у нас время в Магнитогорске начинать жить, как в больших и дорогих городах, потому что жизнь, она дорогая. То есть вы привыкли, допустим, покупать пельмени. Но пельмени в пересчете на мясо это очень дорогое удовольствие. Потому что за 2 килограмма пельменей, а именно столько потребуется нормальной семье, вы можете купить мясо, сделать пельмени, налепить их, и это получится 6 килограмм пельменей. Понимаете, о чем я? Теперь как проверить ваши руки, откуда они растут? Простой вариант. Стендовый моделизм. Недорогое удовольствие. То есть собрать для жены и показать, что вы не только умеете сидеть клаву топтать, но и дети. Это тоже очень хорошее дело. У меня появился сын. Я теперь с нетерпением жду, когда он мне покажет, откуда у него растут руки. Стендовый моделизм это больше, чем конструктор. Это великолепная возможность понять конструкцию любого механизма, придуманного за тысячелетия прогресса, в особенности за последние 200 лет. Человечество сделало потрясающий рывок в деле самоуничтожения. Но это проявило возможность сделать в исторический миг многое. Но самое интересное, что нигде в мире не существует музея, который бы вместил все экспонаты. Если только эти экспонаты не выполнены в масштабе. Сюжет про стендовый моделизм особенно популярный на моем канале Alex Autostop на YouTube. Потому что мы все время стараемся вам донести что-то новенькое, чего раньше и не знали. Я полазил по интернету. Стендовый моделизм это очень популярное развлечение и хобби. Во всем мире стендовый моделизм подразделяется на моделизм по масштабам и моделизм по готовым моделям. Мало того, есть еще и моделизм, который включает в себя конструкции, дома. Это все стендовый моделизм. Но вы об этом, естественно, господа россияне не знали. Да потому что у нас ничего этого в СССР и не было. То есть теперь можно говорить, что мы кое-что приобрели за последние 20 лет. То есть и свободы стало больше, и зарплаты на уровне СССР. Но выбора стало гораздо больше. Естественно, не все занимаются грамотно стендовым моделизмом. То есть если вы хотите себе что-то эксклюзивного, то в магазинах игрушек и в СССР вы ничего не купите. Мало того, просто печать вас просто обманывает. Понимаете? Сегодня я вам расскажу, как она обманывает. Так что специализированные магазины по стендовому моделизму, конечно, они редки. Но в Магнитогорске они есть. И сегодня, конечно же, небольшие странички истории. Неопытный папаша, естественно, пойдет в магазин, ну, допустим, в детский мир и купит себе диекастовскую масштабную модель. Но то, что продается в таких больших магазинах, оно не всегда правильно. Я вот диекастовский масштабный, себе типа диекастовский масштабный Skyline купил в левом руле. Так вот, Skyline в левом руле не продается. Теперь у меня это прикол. Называется «Найдите одно отличие». Самый опытный папаша придет сюда. И здесь вместе со своим сыном покажет, из чего это делается. И вот это небольшая экспозиция. Дело в том, что в истории существовали единицы бронетанковой техники, которые, в принципе, бы не должны были столкнуться. Ну, к примеру, советские Т-72, Т-60, ну и, допустим, Брэдлик алюминиевый. Но они столкнулись. Они столкнулись в Ираке. И Т-72 был грозой и М1 Абрамса, и того самого Брэдлика. Пожгли они тогда их хорошо. Вот. Уже сейчас можно видеть эти модели, выполненные вот так вот. Для того, чтобы собрать это чудо, вам потребуется, ну, примерно, в экспресс-методе, это неделя. То есть неделю сын будет смотреть, как у папы, оказывается, есть руки. Кстати, сыновья, Лего это не для вас. С Лего это для... Вот так вот. Пришли сюда, купили за 500 рублей. Папу удивили. Я вот жду, когда мой сын это сделает. Теперь любители компьютерных игр. Опять же, есть определенные модели. Вот, допустим, World of Tanks. Хотел загрузить себе и установить, потом подумал, что не, неправильно. На танках Второй мировой войны мне не хочется кататься, а хочется кататься на танках современных. Ну, оборудованных лазерными дальномерами, всей вот этой вот приятной штучечкой. Ну, и тут, опять же, как любитель компьютерных игр, я скажу, что есть возможность на них покататься. Для этого надо Battlefield. И в Battlefield вы катаетесь на китайских бронетранспортерах, потом пересаживаетесь в американские бронетранспортеры, потом, опять же, пересаживаетесь в Т-72. Очень хорошая машина. Вот, мною любимая. И есть возможность прокатиться на китайском ZTZ-99. Бедные китайцы. Все-таки давайте это, ну, назовем машины своими именами. А то ксинг-кай и там много чего. Но, но... Отдельная тема, это для тех, кто любит покрупнее. Кто не может возиться с масштабами 1,72, 1,200, 1,35. Вот, представляете, как в масштабе 1 к 6 должен выглядеть вот этот танк. То есть это 1,35. Да, вот, вот, вот видите, вот эти каточки, да? Ну, вот, примерно они чуть-чуть поменьше, чем вот эти. В масштабе 1 к 6 это будут вот такие катки. И, извините, ничего другого, кроме как пластиковых моделей, не придумано. Поэтому к 1 к 6 готовую модель вам не приобрести. Но зато вот с этим можно повозиться и получить настоящее удовольствие. В действительности это круче, чем компьютерные игры, бухание или трёп по телефону. Это полезнее общение в социальных сетях. Кроме всего, это и мозги развивает и делает человека осведомленнее. Так как к каждой модели идёт описание, историческая справка. Очень интересные вообще для меня лично самолёты. Я балдею просто от них. Сам я собираю модели в масштабе 200. 1 к 200, 1 к 72, 1 к 72, это я бомбардировщик я решил пособирать. Ну вот и 1 к 48. Но вот мы начали с масштаба 1 к 24. То есть, серьёзно, дальше только мои любимые радиоуправляемые модели. Там уже всё по-другому, они летают. То есть я понимаю, как это сделано, из чего это сделано, как это управляется и что такое полёты. Вашим детям надо бы тоже подумать. Прежде чем, ну так, относиться непонятно к любому перелёту. А то детишки сидят в самолёте и начинают буксовать. Так надо понять, что такое самолёт, как он сделан. Как только приходит понятие, возникает, возникает желание и разум. Не делать всяких глупостей. Ну, кстати, про глупости. Глупость это покупать вот этот танк. Практически такой же танк. В Роспечати. То есть, каждый номер журнала, если не ошибаюсь, 230 рублей. В оконцовке получится вот этот танк. Ну, только другой. Не настолько качественный. Нет, Трумпесовский. В оконцовке он будет стоить такую сумму весёлую, 40 тысяч рублей. Реально он стоит здесь вот 14 тысяч. То есть, это машина. Кто-то вас обманывает. Кстати, про обман. Тут у нас недавно выборы прошли. И все буксуют. Типа, а, обманули. А, а, а. Но почему-то ни КПРФ, ни Справедливая Росса, ни ЛДПР, партии, прошедшие в Думу, не буксуют. Значит, все договорились. Поэтому всё нормально. У нас одна хорошая партия, хорошее государство. Теперь уже прогнозируемое. Ну и про ассортимент. Дело в том, что говорить, что этот ассортимент широчайший, это неправильно. Тут видите, в чём дело. Постоянно выходят новинки. И вот я задавал вопрос. Когда же придёт мой любимый SR-71 МиГ-25 в 48-м масштабе? Ну, посмотреть, как вот этот лапоть, и вот чуть меньше лапоть, выглядели бы вживую, если бы они гонялись друг с другом. Потому что оба самолёта предназначались для разведки и уничтожения. Ну, в смысле, у SR-71 первого не было оборонового и оружия нападения. А МиГ-25 имел такую возможность хлопнуть Блэкбёрда. Ну, чтобы было понятно, что такое Блэкбёрд и SR-71. Это самолёт из второй части трансформеров и предыстории Людей Икс. То есть, красивая машина. Я её вживую видел в Нью-Йорке. Пока этого агрегата здесь нет. Я его нашёл в интернете и задал вопрос. Думаю, привезут. Но постоянно сюда приходят и те, кто имел звёздочки на погонах. Потому что понятно, да? Т-62. Т-72 мы можем посмотреть вживую. Ну, он стоит здесь рядышком. Буквально. В этом, во дворце обороны. Кстати, проехать сюда очень просто. По одной улице поднялись. Немножко буквально. И уже пластиковую модель себе купили. Все прекрасно помнят замечательный звук газотурбинного двигателя Т-80. Мы его слушали в Иване. Представляете? Ну, мы сидим, что-то копаемся. В грязи. Да, и под дождём. А тут рядышком такой звук своеобразный. Вертолёт. Я думаю, когда прилетит Т-80, парковался рядышком. Вот. Но сейчас у России есть ещё и своя гордость. Это замечательный танк Т-90. Летающий танк. Который вам показывают в Нижнем Тагиле. Немногие на нём катались. Но тот, кто катался, скоро может сюда прийти и купить себе такую же модель в масштабе 1 к 35. Она скоро придёт. Что самое главное, так это то, что этот бизнес не основан на тупом желании заработать. Владельцы сами заядлые коллекционеры. И подчеркнуть знания у них приятно. Это как поход в музей. Безразличным к этому остаться трудно. Надо только покопаться в своих мозгах. Очистить их от семи смертных грехов. И жить станет проще. А самое главное, интереснее. Потому что поставленная цель достижима. И всё можно сделать своими руками. А достигнув цели, можно не останавливаться. Так как всегда найдётся что-то новое. Покупать новый автомобиль в преддверии кризиса. Это первейшая глупость. Потому что кризис случится. Об этом вам никто не говорит, а я скажу. Потому что кризис перепроизводства. Мало того, банки и то, что устроили, это просто балбесы. Мало того, что балбесы, они ещё идиоты. Сократили кредитование. То есть то, что трясёт Европу, это только начало. Потом ещё Америку затрясёт. Потому что Америка, развалив Советский Союз, влезла в долги. В большие-большие долги. А сейчас ей денежки никто не даст. Вообще никто не даст. То есть представляете, что будет. Но купить новый автомобиль можно. В смысле подарить новый автомобиль. В смысле вообще подарить автомобиль, подарить самолёт, подарить корабль можно. Нет, для этого не надо быть олигархом. Для этого надо потратить полторы тысячи рублей. Это максимум. Купив сборную модель. Вот так вот. Хороший новогодний подарок. Для тех, кто умеет думать головой и работать руками. Продолжение следует.